Год театра подводит итоги. Что сделано и что предстоит обсуждают на заключительном театральном форуме Союза театральных деятелей России. Репортаж Яна Мирой. В 2019-м состоялось 7 театральных форумов в разных федеральных округах. И вот итоговый 8-й центральный федеральный округ Москва. Здесь столичные театральные деятели и представители всех регионов страны. Открывает форум председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Отмечает проблем немало. Решить все за один год невозможно. Форумы помогают обратить внимание на самые острые вопросы. С 2019 года институты культуры в регионах лишили лицензии на учебные программы. Об этом говорили на всех форумах. Учебные программы по подготовке артистов. Теперь по распоряжению Минобразования и Минкультуры. В подготовке артистов может осуществляться только в специализированных театральных вузах страны. А их мало. Это больная проблема. Поверьте, через некоторое время, причем произойдет очень быстро, возникнет острый дефицит молодых кадров актерских. Калягин объясняет. Те, кто закончили столичные вузы в регионы, уезжают крайне редко. Без местных выпускников в небольших городах некому будет играть молодых героев. Председатель СТД опасается, что может уменьшиться количество самих театров. Еще одна проблема – разрыв в финансировании театров в крупных и малых городах. Когда я вдруг от коллег слышу, что сегодня учредители на местах не финансируют новые постановки для театров, а дают при этом государственное задание, у меня возникает вопрос, а как же должен существовать театр без новых премьер, без новых спектаклей? Эксперты поясняют, в театре экономические и юридические вопросы тесно связаны. Законодательная база, которая существует, создавалась не для театров, а вообще для социальной сферы. Особенность заключается в том, что деятельность театра существенно отличается от деятельности в общей гуманитарной сфере, в социальной сфере. Предложения со всей страны, высказанные на театральных форумах, вошли в концепцию долгосрочного развития театрального дела. Она рассчитана до 2030 года. Яна Мирой, Александр Садольский, Новости культуры.